Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Смотрите сегодня. Опережающая подготовка кадров. Студенты электромеханического колледжа продемонстрировали главе передовые технологии. Для пациентов комфорт, для врачей удобство. В Новочебоксарске после капитального ремонта открылось хирургическое отделение городской больницы. Самбо в школу. Юные спортсмены из Чебоксар готовятся к престижным соревнованиям. Почти 70 миллионов рублей должны 22 предприятия Чувашии своим работникам. Сегодня в правительстве республики состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы. Особое внимание власти уделили многомиллионным должникам. Тему продолжит Рифат Фадкулин. Вопрос своевременной выплаты заработной платы – тема чувствительная. Ситуация в этой сфере ежемесячно анализируется и находится на постоянном контроле главы республики. Первоочередная задача – не допустить роста задолженности. На очередном заседании комиссии рассмотрели конкретные факты. Например, завод автокомпонентов «Элма» задолжала почти 15 миллионов рублей своим 230 рабочим. Кроме того, имела задолженность по заработной плате перед увольненными работниками в сумме 2,2 миллиона рублей. За нарушение трудового закона, дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, юридическое лицо ООО «Элма» привлечено к административной ответственности в виде штрафа. По части 6 статьи 5.27 КОАП РФ штрафа в размере 35 тысяч рублей. Заместитель директора по финансово-экономике стулов штрафа в размере 10 тысяч рублей. На сегодняшний день производство остановлено. Часть сотрудников уволились. Причины объяснил генеральный директор. Закупка материалов шла в долг, то есть со срочкой платежа, а продажи шли на предоплатах. В связи с тем, что объем резко упал, то есть в октябре мы должны были получить 30 миллионов, получили 22, в ноябре вместо 33 получили 12 и в декабре вместо 25 получили 7. Все это сбило наш темп и, в общем, пошла чекарда с платежами. Руководство пытается решить проблему путем кооперации с ведущими предприятиями России. Мы сегодня провели переговоры с двумя заводами. Это Барнаул Трансмаш и КАМАЗ, которым необходимы определенные генераторы, которые делаем только мы. Под это решение мы подвели все действия. Я думаю, что с 1 апреля мы этот проект запускаем. Это позволит запустить производство. На повестке дня и неформальная занятость в Чувашии. Из-за серых зарплат и нелегального труда страдают местные бюджеты, а также фонды социального и медицинского страхования, пенсионный фонд. Только в прошлом году из Сени было выведено 30 тысяч работников. Торговля, общественное питание, транспорт, строительство. Сегодня за нелегалами следят практически во всех отраслях. Только по текущему году, январю-марту, за два с половиной месяца, мы организовали во всех муниципалитетах наших, в районах и в городах заседание комиссии по заслушиванию предпринимателей, допустивших, ну вернее имеющих признаки неформальной занятости. Это более чем 470 субъектов мало-среднего бизнеса. Подводя итоги заседания, Михаил Игнатьев подчеркнул, вопрос выплаты долгов по заработной плате должен находиться на непрерывном контроле республиканских и муниципальных властей. Рифат Фадкулин, Олеся Русакова, Денис Ноздрюхин, Республика. В регионах должна быть проведена модернизация системы профессионального образования. Такую задачу в своем послании поставил президент России. Готовить кадры для современной экономики в республике готовы. Новые образовательные стандарты главе Чуваши продемонстрировали в Чебоксарском электромеханическом колледже. Подробности у Дмитрия Ковалева. Вот так необычно проходила очередная тренировка студентов электромеханического колледжа. В спортивном зале часто проводят матчи по баскетболу и футболу, но пока на любительском уровне. В технических науках ребята уж точно становятся настоящими профессионалами. Выпускники колледжа на предприятиях востребованы. В самой школе у меня было притяжение к электрике, я поэтому решил поступить в эту технику, именно на эту профессию. Электромонтер более-менее мне близко по сердцу было. Даже дома, когда я менял розетки, очень нравилось это занятие. Учебная база колледжа – десятки передовых мастерских и лабораторий. Здесь же проходят подготовку команды молодых профессионалов. Тренировочный полигон межрегионального центра компетенций оборудован так, чтобы студенты могли нарабатывать навыки на практике. Мы должны быть очень интересными для бизнеса или работодателя, потому что вот это движение WorldSkills позволяет включиться ребятам в очень сильные, хорошие технологии, работать на очень интересном оборудовании. Они в итоге будут потом работать на предприятиях и там уже становившись на какие-то ключевые позиции, они будут говорить, вот есть такое интересное оборудование, нужно покупать. На развитие тренировочного полигона за последние два года направили более 600 миллионов рублей. Преподаватели отмечают, что большинство тех, кто проходит подготовку в центре компетенций, уже готовы отправиться работать на предприятие. На мой взгляд, по моему мнению, 50% точно готовы, а остальные, которые заканчивают, скажем так, процесс обучения, будут готовы, но им нужно больше времени, чуть больше времени, чем остальным для освоения, чтобы набрать тот опыт. Это уже хорошо. В этом центре апробируют и инновационные разработки, чтобы повысить квалификацию работников. Делали с помощью тех проф, это Челябинское очень мощное учебное заведение, виртуальную реальность. То есть студент одевает виртуальные очки, появляется томограф, и он начинает там ремонт и так далее. Даже там есть звук, он с помощью шуруповерта даже откручивает, все шумы, винтик упал, даже все в ушах есть. И пылесосы, и прочее, вот это обслуживание. Сейчас в центре компетенции продолжается активная подготовка к мировому чемпионату WorldSkills. Он пройдет в следующем году в Казани. На середину апреля намечен отборочный этап. Мест национально не так много и хотят сперва отобрать самых сильных из самых сильных. Глава региона встретился с руководителями вузов, техникумов и колледжей. Михаил Игнатьев отметил, что предприятиям требуется все больше высококвалифицированных специалистов. И эту задачу бизнес должен решать совместно с образовательным сообществом. Молодых людей необходимо мотивировать. Задача главы республики – довести уровень заработной платы до 30 тысяч. Дмитрий Ковалев, Анастасия Алангина и Денис Ноздрюхин. Республика. Мы уже рассказывали в своих выпусках, как развивается Канаш. Город железнодорожников делает ставку на финансирование по федеральной программе поддержки моногородов. Ближайшие годы станут для жителей Канаша прорывными. Уже целый ряд проектов реализуется. Это у нас строительство индустриального парка, очистных сооружений и обездной дороги Аниш. В этом году дорога будет сдана до 24 июня. Все остальные объекты 31 декабря этого года будут сданы. Большое внимание мы энергоэффективности уделяем. Сегодня в городе реализуется энергосервисный контракт. Мы полностью заменили уличное освещение на энергоэффективность светодиодной светильники. Меняем 2100 светильников. Это делается для того, чтобы, во-первых, и безопасность дорожного движения у нас улучшилась, и пешеходов было видно. Но в первую очередь, конечно, для экономии бюджетных денежных средств. Третий момент, который заслуживает внимания, это экология. Так как газоразрядные лампы требуют определенной утилизации, здесь светодиодные светильники. Эти вещи мы обходим. Также большая работа, конечно, ведется по вовлечению населения города в плане инициативного бюджетирования. На этот год мы планируем 5 объектов. В городе начинаем строительство садика на 240 мест в микрорайоне Восточной улицы Репина. Вплотную в городе займутся строительством двух моноблочных котельных, которые решат вопрос обеспечения отоплением жителей одного из микрорайонов. В числе первоочередных задач – нормальное бесперебойное водоснабжение. И вот, как стало известно, сегодня город Канаж первым из пяти моногородов Чувашской Республики получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Присвоение городу железнодорожников такого звания открывает принципиально новые возможности, подчеркнул глава Чувашии. Будут созданы высокотехнологичные рабочие места с достойным уровнем заработной платы. И, что важно, появятся новые инструменты для привлечения инвестиций в экономику города, отметил Михаил Игнатьев. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Недведев сегодня подписал постановление Российской Федерации о признании Канажа территорией опережающего развития. Для нас это очень важное мероприятие. Мы шли к этому статусу больше полугода. Это тяжелая работа была для того, чтобы доказать, что Канаж и Чувашская Республика достойны присвоенной статус. Это очень выгодно для города Канаж, поскольку дает возможность обладать более привлекательными условиями. И, соответственно, предприниматели, которые будут заинтересованы, будут обращать прежде всего именно на этот город, поскольку территория опережающего статуса это подразумевает облегченный налоговый режим. Первое – это снижение ставки налога на прибыль при сегодняшних 20 до 5 процентов. Это первые 5 лет. И до 10 процентов – это вторые 5 лет. Освобождение ставки по налоговому имуществу, по земельному налоговому. А также, самое главное, это страховые взносы с 30 процентов сегодняшних до 7,6 процентов. Это, еще раз говорю, достаточно серьезный инструмент поддержки бизнеса. Кроме территории самой, кроме придания этого статуса и облегчения времени налогового перед предпринимателями, мы еще снимаем тоже некоторую напряженность, даем возможность более быстрым темпом развиваться в городе Канаж. Это связано с строительством инфраструктуры. То есть мы тоже эти затраты взяли на себя, для того, чтобы, еще раз говорю, облегчить развитие предпринимательства в городе Канаж. В текущем году вся инфраструктура будет построена, поэтому, пользуясь случаем, мы хотели бы, видимо, что и кабинет министров, поскольку вся республика принимала участие в подготовке данной заявки, пригласить предпринимателей, как в Чувашской, так и сторонних, развивать бизнес у нас в республике, где обеспечены самые благоприятные условия для его ведения. На развитие здравоохранения Чувашии в этом году будет направлено 18 миллиардов рублей. Это рекордная сумма. Деньги пойдут на ремонт детских поликлиник, на строительство новых ФАПов, на приобретение передвижных медицинских комплексов, повышение качества жизни населения в приоритете у федеральных и республиканских властей. Сегодня после капитального ремонта в Новочебоксарске открылось хирургическое отделение городской больницы. Для пациентов комфорт, для врачей удобство. Светлые, теплые, уютные палаты, отремонтированные коридоры, новая мебель. Такое ощущение, что от прежнего хирургического отделения Новочебоксарской больницы остались только врачи. Отделение рассчитано на 50 коек. Отделение будет оказывать помощь в полном объеме, в том числе все экстренные операции, полосные операции. Мы рады, что наши пациенты будут получать помощь в комфортных, вы сами видите, в прекрасных условиях. Ежегодно они делают более тысячи операций, экстренные и плановые. Обращаются в эту хирургию не только жители Новочебоксарска, но и Козловского, Марпасадского и других районов республики. Очень приятно видеть, что теперь персонал хирургического отделения будет работать в таких комфортных условиях. Хорошо, что выделили средства на капитальный ремонт. Это будет и для пациентов хорошо. Создались комфортные условия. Они будут находиться в светлых, теплых, чистых помещениях. Спасибо большое. Отделение давно уже нуждалось в капитальном ремонте. В таких масштабах здание не обновлялось с момента строительства. Новая система отопления, освещения, вентиляции, заново отштукатуренные стены, потолки, обновленные полы, современные окна. Больше 30 миллионов рублей понадобилось на все работы. Деньги были выделены из республиканского бюджета в 2017 году. В течение пяти лет все учреждения здравоохранения Чаразской республики должны быть отремонтированы. Ну и Владимир Владимирович Путин обозначил, в течение трех лет все детские лечебно-профилактические учреждения должны быть отремонтированы. Ремонт в Новочебоксарской городской больнице продолжится. Теперь в терапевтическом отделении. Кроме этого, в городе Химиков в этом году отремонтируют второй, третий, четвертый этажи детской поликлиники. Деньги на это уже выделены. Напомним, первый этаж был обновлен еще в 2015. Главное не упускать возможность. Брать инициативу в свои руки и творить, говорят участники форума «Россия – страна возможностей». Они уже на себе проверили, куда ведут социальные лифты. Собственно, для этого и создавалась одноименная платформа, объединившая 14 всероссийских конкурсов. Проектов и Олимпиад. Ее инициатор, президент России Владимир Путин, посетил форумы и пообщался с участниками. Специальный репортаж о значимости событий уходящей недели от моих коллег Ирины Волковой и Андрея Шоклева. От Калининграда до Камчатки, от школьников до серебряных волонтеров более 6500 участников масштабных всероссийских проектов. Я все-таки хотел бы каждого из вас и спросить, а ты сможешь? Я могу! А другого... Другого ответа в этой аудитории трудно было и ожидать. И страна, наша Родина, любимая нами Россия, она ждет и очень хочет, чтобы каждый из вас смог реализовать все свои планы, все свои начинания, все свои творческие задумки. Потому что если это произойдет, то вместе с вами будет развиваться и страна. Она будет устремлена в будущее, она будет успешной, она будет страной, которой все мы будем гордиться. Гордимся и будем гордиться в будущем. Мы обеспечим ее будущее и мы сделаем это вместе. Да? Да! Что они могут, уже доказали. Каждый из них попробовал силы в конкурсах. Лидерских, профориентационных, творческих. Россия – страна возможностей. Это открытая платформа, которая объединила 14 всероссийских проектов и конкурсов. Это и WorldSkills Russia, молодые профессионалы. Обилимпикс, профолимпиады для людей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс управленцев, лидеры России, Таврида и другие. Проекты призваны развить систему прозрачных лифтов, то есть помочь реализовать себя талантливой молодежи и профессионалам своего дела. Например, мой первый бизнес – конкурс бизнес-проектов старшеклассников. Двери лифта открылись для Дарьи Баскаковой, 11-классницы из Чебоксар. Следующий этаж – один из ведущих вузов страны. Я получила грант, и если я пишу ЕГЭ на минимальный балл, порог прохожу. Если я его прохожу, я успешно поступаю в Реуми Неплеханова. От участия в проектах к их созданию. Перспективные идеи поддерживает фонд президентских грантов. Форум дал возможность встретиться представителям фонда и лидерам и обсудить дальнейшее взаимодействие. Фонд президентских грантов – это та организация, которая готова слышать, слушать и, что самое классное, на мой взгляд, готова развиваться постоянно. В этом году мы выиграли грант фонда президентских грантов на реализацию проекта «Донора Крови Чуваши». Насыщенная программа с утра до вечера. Мастер-классы, дискуссии, лекции – они проходили одновременно. 35 площадок. Настолько интересные и полезные, что появлялось желание раздвоиться или перемещаться во времени. Мы так тоже посмотрели. Очень-очень много площадок и все очень интересные. Площадки интересующие нас. Допустим, мы собирались на выставку волонтеров-медиков и тому подобное. Волонтеры – добрая часть участников форума. Здесь они объединялись и придумывали, какие еще социальные проекты нужны России и регионам. К этой теме особое внимание, потому что 2018 год объявлен годом добровольца. Это касается огромного количества людей. Людей, которые только начинают участвовать в волонтерском движении, которые в нем уже давно или хотят к нему присоединиться. В Чуваши в прошлом году, в 2017 году у нас проходила программа набора волонтеров для проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Была подготовлена качественная команда ребят, которая представила регион и, более того, представила страну. Что доброволец – это обязательно школьник или студент, этот стереотип разрушают люди в возрасте, готовые безвозмездно помогать другим. Они – серебряные волонтеры. Наше серебряное волонтерство только-только начинает развиваться. Есть, ну как вот, экспресс-бабушки есть, да, есть ветераны у нас есть, и мне бы хотелось здесь набраться опыта и все-таки централизованно, чтобы у нас все было. Форум – это площадка и для серьезных разговоров с министрами федерального уровня, о возможностях для России в мире с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. О перспективах и вызовах с председателем Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным. У нас в ближайшие лет 15 существенно сократится доля молодого населения в трудоспособном населении. Вот, в общем, я бы сказал, у нас даже может сложиться дефицит молодых людей, быстро обучаемых, мобильных, современных, творчески, креативных. Это означает, что нам нужно и более старшее поколение, среднее, и более старший возраст помогать, переучивать. Число крупных всероссийских конкурсов и проектов будет увеличиваться, заверяют организаторы. А значит, еще больше расширятся возможности и заработают еще больше социальных лифтов. Ирина Волкова, Андрей Шоклев из Москвы. Самбисты 47-й Чебоксарской школы вошли в число лучших всероссийского марафона Дни самбо в школах России. Они получили путевки в спортивный лагерь, где в мае пройдут всероссийские соревнования по самбо. С юными спортсменами встретилась наша съемочная группа. Перед началом разминки небольшой мастер-класс от тренера. Выполнение одного из боевых приемов лежа. В республиканской школе самбо кадеты 47-й Чебоксарской школы тренируются трижды в неделю. Интенсивная разминка обязательны условия при занятиях самбо. После отработка боевых приемов лежа и в стойке. Пятиклассники занимаются самбо чуть больше полугода и показывают хорошие результаты. Команда из восьми человек вошла в шестерку лучших всероссийского марафона. Ребята прошли три соревновательных этапа. Они были не очень сложными, но и не очень легкими. Там были веселые статы, в которых мы вместе участвовали. Работали очень слаженно. Нам всем очень понравилось. Там еще у нас проходил урок мужества. Мы работали на компьютерах. Рассказывали об истории самбо. Да, мы уже были готовы, потому что мы займем первое место. И мы уже были очень счастливы. Сейчас школьники активно готовятся к новым соревнованиям. Для меня это будут первые всероссийские соревнования. Я очень волнуюсь. Но я думаю, что наша команда займет первое место. И мы будем стремиться. В 47-й школе всероссийский проект «Самбо в школу» реализуется почти год. Ученики пятых-восьмых классов учатся приемом самообороны под руководством опытных тренеров. Ребята развиваются всесторонне. Ребята становятся более выносливыми. Проект действительно полезный. Потому что мы видим уже результаты. Ребята выступают не только на республиканских соревнованиях, но и на всероссийском. Пока этот спортивный проект поддержали 4 столичные школы и 8 районных. И это только начало. «Самбо в школу» набирает обороты. Татьяна Леонтьева, Атнер, Красаков, Республика. В Чебоксарах проходит региональный этап всероссийского чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Соревнования начались с матчей по мини-футболу. Региональный отборочный этап чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов, сокращенно АССК, сейчас проходит в 50 регионах страны. На него попали команды, которые стали лучшими в своих вузах. Соревнуются студенты в пяти видах спорта. Помимо мини-футбола, это волейбол, баскетбол, настольный теннис и шахматы. Организаторы отмечают, это не соревнования профессиональных спортсменов. Главная цель – вовлечь в спорт как можно больше учащихся. Есть такие требования. Спортсмены не должны быть кандидатами мастера спорта, мастерами спорта. Не должны быть высокоразрядники. Лучшие команды регионального этапа представят республику на всероссийском суперфинале. Он пройдет в Анапе в мае этого года. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания и хороших выходных.